В рядах предпринимателей прибыло. С начала 2021 года Центром занятости населения было одобрено два бизнес-плана жителей округа. Как воплотить мечту в реальность, расскажем в следующем материале. Юлия Белоусова 7 лет назад приехала в столицу Заполярья. Начинала свою карьеру в Нинецком аграрно-экономическом техникуме преподавателем биологии и химии. Затем девушка вышла в декрет и решила сменить ремесло, найти свой собственный путь. Я перепробовала себя в очень разных сферах, в том числе и в бьюти-индустрии. И вот примерно полгода назад, даже чуть больше, я пошла учиться на антиэйдж-тренера. Это тренер по естественному оложению лица. У меня была очень длительная практика, и в связи с этой практикой я нашла очень много клиентов. И те девушки, которых я находила, они стали моими постоянными клиентами. Я нашла очень хороший отклик у женщин нашего города. На этом обучение Юли не закончилось. Не так давно начинающий мастер красоты вернулась в профессиональных курсов из города Пензы. Там она познала искусство массажа лица. Такой узконаправленный массаж лица – это 3D-моделирующий, скульптурирующий, классический массаж лица. И теперь в нашей Наувите я предоставляю ещё и этот спектр услуг. Очень многие женщины, приходя с работы и занимаясь ещё дополнительной гимнастикой, они действительно очень сильно устают. А цель нашей студии Наувита – это расслабиться, это получить не только омоложение лица, но и психоэмоциональную такую вот расслабленность, отдых. О том, что есть такая мера поддержки, как финансовая помощь безработным, которую предоставляет Центр занятости населения, Юля узнала от подруги предпринимателя. Я незамедлительно пошла туда, проконсультировалась с директором Центра занятости. Он сказал, что вы нам подходите, что нужно написать бизнес-план, собрать комплект документов и стоять в очереди. В декабре уже всё было готово, я стояла в Центре занятости. И в январе, сразу после открытия рабочей недели, я пошла, предоставила бизнес-план и сразу рассмотрели мой бизнес-план на комиссии. На денежные средства Юля планирует закупить необходимое оборудование и уделить особое внимание интерьеру студии. Ведь самое главное, чтобы клиент был доволен и расслаблен. Единовременная финансовая помощь от Центра занятости населения оказывается ещё с 2010 года. Размер поддержки фиксированный – 262 тысячи рублей. Данная сумма утверждена постановлением администрации округа. Это 12-кратная величина максимального пособия, которое установлено в регионе. Единовременная финансовая помощь у нас предоставляется гражданам, которые у нас состоят на учёте и признаны безработными. Если они проявляют инициативу и заявляются на комиссию, предоставляют свой бизнес-план. Этот бизнес-план потом рассматривается комиссией. И если его одабривают, соответственно, он открывает индивидуальное предпринимательство. И мы уже перечисляем ему единовременную финансовую помощь, которую он тратит, соответственно, на те цели, которые указал в своём бизнес-плане. Центром занятости населения ведётся статистика. Согласно положению, в течение года организация осуществляет свою деятельность, а потом, как правило, закрывается. Однако есть и те, которые развиваются, выдерживают конкуренцию и продолжают работать. Но есть и те, которые закрываются ранее. Конечно, здесь я хочу сказать, что центр занятости предпринимает все необходимые меры. Мы из таких людей стараемся взыскивать денежные средства, потому что мы понимаем прекрасно, что это целевые денежные средства, они направлены на развитие. Если человек ранее закрылся, либо использовал денежные средства не на те цели, либо же просто не предоставил отчёт, нам приходится, конечно же, обязательно обращаться в суд для возврата данных денежных средств. Такие прецеденты уже были? Да, такие прецеденты были. Мы как минимум за каждый год два-три дела у нас обязательно есть. За средства индивидуальный предприниматель должен отчитаться в течение полугода. Добавлю, в прошлом году было рассмотрено 15 бизнес-планов. В этом же планируется 20. Для этого выделено порядка 5 миллионов 200 тысяч рублей. Наталья Дуркина, Антон Бодряков, Телеканал Север.